Брат родился медалями, вот я форму его ношу борцовскую. Расим Ибрагимов, 11 лет. Шесть из них занимается греко-римской борьбой. Этот вид еще называют классической борьбой, французской или спортивной борьбой греко-римского стиля. В этом выпуске проекта «На пути к вершине» о еще одном традиционном медальном, как в Беларуси, так и в России, виде спорта. Как и в любом виде спорта, здесь юным спортсменам нужно четко совмещать и занятия борьбой, и учебу в школе. Те, кто попал в этот зал, задержался на год, стараются дойти до профессионального уровня. У Расима цель – стать лучше. В конце первого класса его привел старший брат. Ну, там я особо, как бы, мой принцип такой, что я никогда не форсирую детей, чтобы они… По два раза в неделю приходил, когда по одному, уже где-то с четвертого класса стал заниматься регулярно. Ну, мальчик старательный, трудоспособный такой, ему все задания, когда даешь, выполняет. Ну, и у него здесь цель, у него проблема с весом, потому что он очень маленький. А, допустим, на следующий год уже он может попасть на перестарь республики, надо есть 35 килограмм. Хотя наберу Николаевич этот вес и буду бороться, я хочу, понимаете. Ну, целистремленный ребенок, ну, с такими детьми приятно работать. Тренер Николай Охота для этих мальчишек величина. Ставят на одну ступень с олимпийскими кумирами. Вырастил не одно поколение борцов. 41-й год тренирует мальчишек. С 78-го года отработаю тренером. Ну, и на сегодняшнем этапе вот у меня несколько призеров, чемпионы страны, участники Европы, мира. Многие мои ученики служат в силовых структурах, и там не на последнем месте они находятся. Даже в Алмазе вот здесь у меня один воспитанник. Ну, и я скажу, что в жизни, в принципе, были, конечно, ребята, которые где-то там, может, велись, и они так, как было. Но в основном все в жизни, и кто не пропал в жизни, устроены, каждый добивается целей перед собой. Вот просто, когда приводят родители детей, они, ну, у нас, у меня есть такое, как бы, ну, не знаю, тенденция теперешней молодых родителей. Спрашивают сразу вопрос, из ребенка что-нибудь получится. Ну, я просто говорю всегда, что спорт – это очень тяжелый труд, и может один даже и ста только. Ну, по крайней мере, я всегда говорю, что ваш ребенок будет научен трудиться и будет научен дисциплине. Но в жизни это не мешает. Талант Росима, а точнее, трудолюбие. По словам Николая Юрьевича, 99% таланта – это трудолюбие, заметил на первых соревнованиях. Эдакий мужской характер – маленький, щупленький, но борец со спортивной злостью. Тренер сказал – спортсмен сделал. Вот по первым соревнованиям мне понравилось то, что он не боялся, хотя, может, где-то мастерства не хватало, но обычно, ну, выходил, бойцовский характер такой, не любит проигрывать. У нас такая ситуация, тут есть Березовка, там детей много таких. Вот, и он им где-то боевать, ну, они тоже с детства занимались, он им проигрывал, а потом взять на следующих соревнованиях, у него была задача взять реванши. Он уверенно брал всегда реванши. Ну, я возил его на пару турниров даже за границу, он уверенно борется, спокойно. Как бы для него нет авторитета, там старшая там кто-то или что. Сегодня в зале еще один воспитанник Николай Охот и стал героем нашего выпуска. Но не сразу. Обступили юные спортсмены. Павел Лях уже заслуженный спортсмен в борьбе на десяток больше Росима – 16 лет. Уже давно в профессиональном спорте, другой уровень, другой тренер, но к Юрьевичу, так его называют воспитанники, заходит. Своеобразный секрет тренера. Состоявшийся спортсмен – дополнительный стимул для юных борцов. Приходишь на тренировки к ребятам, приходишь, берешь с собой медали свои заслуженные. Их, конечно, много, но берешь самые основные, самые тяжелые. Специально выбираешь медаль потяжелее, чтобы ребенок видел, чтобы он тоже хотел такие, стремился. Конечно, им приятно видеть, что этот вид спорта, он плодотворный. Он не остается без ничего, если ты будешь заниматься. Ты добьешься своих результатов в любом случае. И приятно, когда приходят действительно спортсмены, которые добились высокого уровня. И ты понимаешь, что есть возможность, что они тренировались здесь же, в этом же зале, у этого же тренера. И понимаешь, что все возможно на примере старшего товарища. Когда говорят, что борьба ухудшает, как бы это ни звучало, умственные способности, борец – это такой неотесанный, грубый человек, борцы отвечают спокойно. Вы просто не общались с нами. К примеру, у Павла за плечами два высших образования. Да и сама схватка – это только часть работы. Борьба – это не только спорт, потому что борьба – это борьба не только как вид спорта для достижения высоких результатов. Борьба – это вид спорта, который позволит вам стать действительно настоящим мужчиной, как я и говорил. Потому что дети приходят разные и разные цели. Конечно, в первую очередь, стать достойным человеком. Потому что здесь нас воспитывают, из нас делают мужчин. И не всегда они добиваются спортивного результата. Я, в свою очередь, поставил задачу добиться максимального результата, стать олимпийским чемпионом. А некоторые ребята приходят стать сильными мужчинами, стать достойными сыновьями, достойными родителями. Поэтому борьба – это не просто вид спорта для достижения каких-то олимпийских задач. А борьба – это еще и возможность постоять за себя и стать действительно достойным человеком. В соревнованиях по борьбе на первых европейских играх в Баку приняли участие 400 спортсменов с учетом вольной борьбы. По общему числу медалей в борьбе первое место заняла команда России с 19 медалями – 11 золотых, 2 серебряных и 6 бронзовых. В копилке белорусских борцов 8 наград. Из них 3 – 1 серебряная и 2 бронзовые – у борцов греко-римского стиля. На вторых европейских играх соревнования по борьбе пройдут с 25 по 30 июня. В Минск приедут 96 спортсменов по греко-римской борьбе. Соревнования состоятся во Дворце спорта по проспекту Победителей. Расим Ибрагимов тоже поедет в Минск в этом году, как зритель, но обещает, что через 10 лет обязательно поборется в составе национальной команды страны. Готовится, видит себя только чемпионом. У меня уже были много сильных соперников, были поражения, победы много было. Но я ни на каких соревнованиях был, нигде не проиграл, не вылетал снег. Не верить парню и его мечте сложно. Не просто так 11-летний мальчишка вместо компьютера и игр выбирает физическую нагрузку. К тому же есть поддержка и пример дома. У меня папа борец, по вольной борьбе боролся, брат борец. Я по ихним стопам пошел бороться, тоже понравилось. Я сам хотел, но меня отвел брат сюда. Для начала боялся бороться, но потом нет. Это только любителям кажется, борьба одинаковая, что греко-римская, что вольная. Но в греко-римской борьбе, в отличие от вольной, запрещены технические действия ногами. Зацепы, подножки, подсечки и захваты ног руками. А значит, сложнее победить соперника нужен опыт и собственная хитрость. Мой любимый прием – это перевод и бедро. Но когда голову отдают, я делаю сразу же моментально бедро и выиграю. Самое главное в любом виде спорта – это любить спорт. Любить постоянное монотонное упражнение, постоянную физическую нагрузку. По-другому нельзя, по-другому халтура и лень. Будь ты юный спортсмен, либо член национальной команды. В детстве очень любил физкультуру, очень любил сильно занятия спортом. И уже понимал, что в детстве буду выбирать, каким видом спорта буду заниматься в будущем. Выбор пал на борьбу, потому что это вид спорта для настоящих мужчин, для сильных, чтобы защитить своих братьев, сестер, родителей. И поэтому долго не думал, пошел на борьбу. Конечно, в первые же моменты занятия спортом я не пожалел об этом, потому что нас сразу начали воспитывать как родители. Нам начали прививать сразу самое лучшее качество, трудолюбие, упорство, мужской характер проявлять. Поэтому сразу понял, что это мой вид спорта. И ни разу не пожалел о том, что пошел именно на секцию борьбы. Если Росим будет смотреть за соревнованиями на вторых европейских играх с трибуны, то Павлу, возможно, предстоит показать все, что он умеет на ковре. Готовится и физически, и морально. Рецепт очень прост. Это трудолюбие. Это, конечно же, стремление, желание, в первую очередь, вера в себя. Конечно, если в себя не верить, не верить в свой труд, то, может, ничего не получится. Но если человек ставит себе цель и задачу, он обязательно этого добьется. И хорошо, что у нас есть тренера, есть государство, которое нам помогает в этой сфере. Занятия и еще раз занятия, при этом не форсировать. А это еще один из секретов Николая Юрьевича. Все время начинают нагружать их, дети быстро бросают. И ранняя специализация, она тоже вредит. Потому что бывает, что дети приходят там, ну, и начинают их там уже натаскивать на результат. У нас, потому что я считаю, что у нас тут соревнований много. Сейчас уже придумали юношскую Европу. Ну, и с этих всех соревнований начинается уже. Тренеры некоторые порсируют подготовку. И потом получается, что когда подходит время взрослым, мало кто остается в спорте, не задерживается. Потому что их порсировали в свое время. Там надо вот идти к Европе, к Одесской, туда-сюда. Нагрузки дают большие. Ну, и теряют. Ну, это каждый свой подход. Субтитры сделал DimaTorzok